Добрый вечер, меня зовут Андрей Бубукин, я ведущий программы Ужин для чемпионов, бизнес-тренер, коуч. Спонсор нашей программы – компания АБ-тренинг. Эффективные тренинги для персонала. Мы превращаем скучающих работников в команду, нацеленную на получение прибыли. Сайт abetraining.ru, телефон в Москве 784-5862 с кодом 985. Наша программа называется Ужин для чемпионов. Чемпион – это человек, который смог в своей жизни добиться необычных результатов. Это успешный человек. Человек, который реализовал свою мечту. И я представляю нашего чемпиона. Это Игорь Сандлер, совладелец и директор компании «Альянс Молоко Интерпак» и совладелец студии звукозаписи «Си Рекордс». Музыкант, продюсер. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, Андрей. В начале 90-х Игорь, рок-музыкант, придумывал глазированные сырки «Зебра». И тема нашего разговора – «Рок в стиле зебра» или «Молоко музыки не помеха». Уважаемый слушатель, я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 65 10 99 6, код города 495. Вы можете задавать свои вопросы нашему гостю, высказывать свое мнение. Вопросы можно задавать также прямо сейчас на нашем сайте по адресу 3w.finam.fm. Игорь, я вот, когда готовился к передаче, я нашел огромное количество материала о вас. И там прописано буквально, ну, очень многие ваши достижения, деяния и так далее. И в то же время, я думаю, что было бы правильно, если бы не я рассказывал вашу биографию и ваши достижения, а вы бы рассказали нашим слушателям, ну, о том, что вы, лично вы считаете самым важным. Вот, и при этом, я попрошу вас помнить, что наша тема – это все-таки тема успеха. То есть, вот, какие шаги вы делали для того, чтобы, вот, считаться или достичь того, чего вы достигли? Пожалуйста. Ну, безусловно, я занимаюсь музыкой и бизнесом, но в душе и натура моя – это, конечно, я музыкант. Я 17 лет учился профессиональной музыки, я закончил Саратовскую музыкальную школу, музыкальное училище, в консерваторию, 5 лет учился на «Дирижера» и затем бросил всю классику, хотя в душе она живет, и ушел в группу «Интеграл», где мы с Барри Альбасовым, с Лозой, с Юрой с 1978 по 1982 год сражались на одной сцене, где делали грандиозное шоу. Как говорил Барри Альбасов, на лысине Игоря Сандлера группа «Интеграл» въехала в Москву. И действительно, это был шок для тех зрителей, которые попадали на наш концерт, действительно, в те годы, когда был жесткий коммунизм, КГБ, и как нам удавалось играть тот рок в стиле и пинг-флойд, и кантри, и чего угодно. Мы единственная группа в России, которая делала шоу в то время. Все уважаемые нами «Машина времени», «Воскресенье», «Аквариум» и так далее, в общем-то, это были группы, которые играли с гитарами, хорошую музыку, но шоу было там немного. У нас было грандиозное шоу. Мы первые в России делали лед, пускали по сцене стелющиеся, впервые взрывы на сцене появились, пиротехника была страшная, где у наших рабочих там руки обгорали, потому что все придумывали сами. Цирковые эффекты, я летал над залом там, это было все конец 70-х, вы только задумайтесь. У меня к вам вопрос такой. Я был на концерте «Пинг-Флойд» в Москве, на одном из самых первых еще. Я был в 89-м году в Олимпийском, это был концерт, который повернул в голове все вообще. Вот «Пинг-Флойд» — это та группа, которая стала первой применять шоу еще в конце 60-х. В конце 60-х, в начале 70-х. Именно они открыли вот этот дым там лазерный. Я там не беру светомузыку начала века, по-моему, Сверидов это, да, в свое время там писал для свето-звуковых фонтанов. Вот скажите, вот то, что вы делали с «Интегралом», это была ваша задумка или вы знали об опыте «Пинг-Флойд», так честно? Если честно, конечно же, мы не знали об опыте «Пинг-Флойд», потому что тогда была информация абсолютно закрытая. Видео я имею в виду, да, безусловно, у меня была большая коллекция винила, весь «Битлз», там «Дипеопол», «Дзеппелин» и так далее. Но это была аудиоинформация, видео практически было только в фотографиях. Ну, тогда не было ни видео, ни телевидение, все было закрыто глухо. Но мы, конечно, отголоски слышали, как это там бывает, и пытались придумать все сами. И вот как раз мы на десятилетней задержке, я считаю, это минимальная для коммунистических времен. Правильно вы сказали, «Пинг-Флойд» начал в конце 60-х, мы в конце 70-х. То есть это был тогда взрыв. К нам на концерты приходили Макаревичи, Слава Зайцева, и для них это был шок тогда, действительно, то, что мы вытворяли. Ну, а потом уже в 80-е годы я ушел из группы «Интеграл», сделал свою группу «Индекс», где я воплотил мечты детства. Это я совместил классику и рок. Мы играли Моцарт, Бах, Бетховен, Альбинони, современные аранжировки. Это в стиле Эмерсон, Лейкен, Пальмер, Эквейкман и так далее. И, в общем-то, мы... Эксепшн, конечно, конечно же, правильно вы говорите. И вообще я там замесил такой Вандерграфт Дженерейшн и Дженесис. В общем, такой арт-симфорок. И мы единственная группа была, которая делала мощный акцент на классику, потому что тогда многие вставляли в композиции классические куски, но мы играли час классику, очень хорошая программа была. Потом мы играли инструментальную рок-композиции, я писал сам музыку. И вторую половину у меня три года работал Альберт Асадуллин. Я его тогда пригласил из оперы Орфея Вредика, где он 10 лет пропел с Понаровской. И он три года со мной очень успешно проработал. Как раз я ему писал о аранжировке «Дорога без конца и края», его все эти известные шлягеры. И после Альберта у меня работал Гриша Лепс, когда он был еще молодым парнем. Я его пригласил из Сочи, из ресторана. И два года он у меня пел в группе. Он был Гриша Лепсвиридзе. Собственно, у нас в группе он и стал Лепсом. И, в общем-то... А, извините, а кто придумал ему, что надо сделать? На самом деле, это в группе у нас и родилось. То есть, ну, Лепсвиридзе долго выговаривать, на самом деле. Григорий Лепс и все. Его и в быту все называли Лепс. И на сцене стали объявлять, и его объявлял Гриша Лепс. Оттуда и пошло, собственно, Лепс. Потом, в 89-м году Гриша уехал в Сочи. Группу я отдал Александру Серову индекс. И я уехал в Англию. Меня там пригласил Барри Уайт, такой продюсер. У меня была единственная... Это не исполнитель Барри Уайт. Не-не-не, да, не исполнитель, а продюсер из Англии. Барри Уайт, исполнитель из Америки он. Вот, и в Англии я два года проработал. У меня единственная англо-российская совместная рок-группа была Red Rock. Где мы ездили в Англии, там и Манчестер, и Ливерпуль, Лондон, Норфолк. Вы были один русский? Да. Но, тем не менее, мы это как совместная российско-английская рок-группа была. И очень большой интерес был, потому что тогда вообще интерес к России был. Там Перестройка, Горбачев. В Англии это очень модно было. И, в общем-то, мы играли такой классический хард-рок. А вы были руководителем или клавишником? Руководителем и клавишником. И руководителем и клавишником. Да, и руководителем и клавишником. Ну, много прессы выходило. У меня до сих пор остались газеты, Newsweek там и так далее. Где о нас были большие фотографии и много информации. И в 91-м году я вернулся на родину, воодушевленной английской рок-культурой. А почему вы оттуда уехали? Если так все было хорошо, так и ушло. На самом деле, хорошо, да. Но два года, и я понял, что немножко мы уже по спирали крутимся по одному и тому же. То есть, к сожалению... И заработались. Да, к сожалению, уже я вообще экстремальный товарищ. И меня никогда не... Повторы и вообще какие-то такие болотные ситуации меня не устраивают категорически. Я люблю драйв, энергию мощную. И всегда обновляю свои жизни. Идей в голове много. И когда я захожу в какой-то тупик, я рублю и ухожу в сторону. То есть, вы тогда и заработались. А вот давайте вернемся на два года назад. Вот ведь это был конец советской эпохи. Да. И, в общем, уехать из России, это сейчас взял паспорт, сел на самолет и полетел. Раньше надо было получить выездной паспорт. А сейчас выездной паспорт, это не вопрос получить, вопрос получить визу. Да. Но вот как вам удалось получить выездной паспорт и поехать еще в советские времена и на два года и работать в Великобритании? Ну, на самом деле, да. Это действительно... Вообще, я верующий человек, Господь Бог помог. Я навсегда-всегда отвечаю. Во всех моих успехах это не я такой великий, крутой и обычный. Но Господь Бог помогает от человека... Это может быть... Извините, что я здесь перебиваю. Просто это может быть интересно для наших слушателей. То есть, какие преграды надо преодолеть для того, чтобы добиться, вот получить то, что вы хотите? Вот какие преграды вы преодолели, чтобы выехали? Ну, реально вы правильно абсолютно говорите. Потому что в те годы меня вызывали, часто таскали и в КГБ. Я собирал диски виниловые, я фарцевал в свое время, все этим занимались. И, безусловно, я был невыездной. Меня даже в Болгарию не пускали. Ну, в 80-е, в середине. Вообще никуда. Я был на крючке у КГБ. И, в общем-то, уже понимал, что я обречен. Никуда я не попаду. Более того, когда я вспоминаю... Повторю, я экстремальный товарищ. Когда я вспоминаю еще 70-е, когда мы с друзьями в компаниях под бутылочку слушали Битлз, я тогда просто бился в грудь и абсолютно искренне говорил, что вот если бы мне сказали, отруби руку и поезжай на концерт Битлз, я бы, не думая, отдал бы руку. Потому что для меня это было, ну, все, это вот мечта жизни. Ну, в те далекие 60-е, 70-е. Но оказалось все по-другому. В 89-м году в Москву приехал, который я упоминал уже, продюсер из Англии Барри Уайт. Он был поклонник вообще России, русского, и первый раз приехал. У него было грандиозное шоу Forever L из памяти Элвис Прейсла. Вообще он известный продюсер в Англии. И он хотел сделать такой с Россией обмен. Привезти сюда свое шоу и забрать какую-то группу в Англию. И он прослушал в гостинице «Космос» в концертном зале 30 российских групп. Лучших групп он отобрал. Все с удовольствием приехали на прослушивание. И я случайно абсолютно попал на это прослушивание. И мы очень успешно выступили. И он отобрал именно нас. Просто повезло. Затем он мне... Ну, как-то повезло. Просто вы были лучшие. Да, мы были лучшие. Ну, наверное, так, да. Но я не говорю никогда, что я крутой и лучший. Нам повезло. Не, ну, если отобрал, то... Отобрал, наверное. Да, но он отобрал. Но взятки я ему не давал, честно. Просто и не было тогда. Тогда это было не принято. Да, и было вообще даже... Короче, тогда об этом не было разговора. Короче говоря, он нам сделал предложение. От которого, конечно, мы не смогли отказаться. И попросил любезно помочь ему тоже, если есть возможность, перевести сюда шоу памяти Элвиса Пресли. Я был знаком тогда с Мольной Эдуард Михайловичем. Легенда вообще. Человек, который Пугачеву вытащил. И Груиз группы, и многие другие команды. Это был продюсер номер один в России. Он делал галоконцерты громадные по России. Его вся Старая Гвардия и все группы очень уважали и знали. Мы с ним были в близких отношениях. Я ему помогал аппаратом. Выступали его на фестивалях часто вместе. И был тогда Всесоюзное театральное общество ВТО. Тогда был Михаил Ульянов, Царство Небесное, одному и второму. Он был председателем. И вот Эдуард Михайлович Смольный. Я его попросил сделать культурную программу, культурный обмен. Группа Индекс едет в Англию. И шоу памяти Элвис Пресли приезжает в Москву на гастролях. Тогда это было первые шаги. Вы правильно упомянули. Пинк Флойд. Грандиознейшее шоу. Это одно из немногих шоу, которое мы увидели. Поросенок летал через... Вот я вам скажу, чуть отвлекусь на секунду. Это единственный раз в жизни, когда я был на этом шоу, на Пинк Флойд. Первое отделение я был там на калерке где-то сидел. Второе мне удалось прорваться к сцене. И я рыдал. Вот у меня я ничего не мог с собой сделать. У меня эмоции переполняли. У меня слезы текли. Я задыхался. Я не мог дышать даже. У меня настолько эмоции переполнили. Особенно, когда я в первом ряду оказался. И вот эта вот грандиозность шоу. И передо мной стоят боги. Кумиры моей вообще всей жизни. Я не мог поверить своим глазам. Я себя щипал. Но это факт. Правильно вы говорите. Свиньи летали, кровати летали. Это была фантастика. Это была фантастика. Я потом несколько месяцев под впечатлением не мог даже спать. И фейерверка, и фильмы. Ну, все. Это колоссальное было шоу. Ну, и вернемся к Барри Вайту. Мы сделали тогда обмен. И мы напечатали афиши уже. И в Лондоне, Манчестер, Ливерпуль. Там везде висели афиши. В феврале 90-го года должны быть наши концерты в Лондоне и в Англии. И в 89-м году, в декабре, он приезжал сюда. Я устроил его концерты здесь. Провели два концерта великолепно. Ну, у меня тогда трагедия случилась. Там пожар на студии. Даже два парня сгорели. В общем, это долгая история рассказывать. Короче, я провел его концерты. И в январе 90-го года погибает сам Барри Вайт. То есть мои гастроли в Лондоне сорвались. И вот на базе его группы, они меня пригласили потом в его группу, я создал вот группу Red Rock. И вот с остатками его группы мы уже ездили на гастроли. То есть вы поехали один? Один, да. Один. И он меня, кстати, как я туда попал, он мне сделал приглашение официально. И мне подписал Михаил Ульянов, что это творческий обмен. И, как ни странно, КГБ тогда перестройка была мне, дали визу. И, в общем-то, я улетел, да. У нас есть вопрос с сайта. Игорь пишет. Иван, у вас есть профессиональное музыкальное образование? А что нужно для того, чтобы стать успешным музыкантом? На самом деле, да, у меня профессиональное музыкальное образование. Но это не самое главное. Потому что Андрей Макаревич и многие западные музыканты никакого образования не имеют. И, тем не менее, они успешные, известные музыканты. Но это... Тут много должно... Как вообще? Что такое успех у вас в программе? Успех, удача, да? Да, что вот как вы понимаете успех? Успех вообще это очень много параметров. И когда все звезды вот в одну точку сходятся. Это, безусловно, колоссальная работоспособность, талант, удача. В нужное время оказаться в нужном месте. Четкий абсолютно бывает бизнес-строение ум. То есть, ты должен правильно говорить, правильно делать поступки. То есть, идиоты удачные не бывают. Дураки, к сожалению, или, к счастью, тоже. Поэтому тут все вот должно вместе сочетаться. И я не могу выделить что-то одно, потому что это, на самом деле, несколько компонентов, которые должны совпасть. Ну, и в девяносто первом году я вернулся на родину. И понял, что я попал в другую страну, где господство Ласкового Мая. Конечно, для меня был легкий шок. И я понял, что здесь просто все перестраивается на какие-то низкопробные и, ну, кошмарные рельсы. И я понял, что это сейчас пока не мое время, что мне надо сейчас немножко передохнуть. И я занялся бизнесом. Меня судьба резко окунула в бизнес. Мне тогда было все равно, что делать. Или лес продавать, или колбасу, или что-то еще. Не важно, что. Но у меня была, конечно, жилка, бизнес-жилка. И я, меня судьба просто случайно, долго тоже историю рассказывать, окунула в молоко. И 10 лет я занимался молоком. Хорошо, Игорь, мы об этом поговорим после небольшой паузы. Это программа «Ужин для чемпионов» на Финам.ФМ. Я приглашаю наших слушателей звонить нам по телефону 65 10 99 6, код города 495. И задавать свои вопросы нашему гостю через сайт www.finam.fm. Мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам.ФМ. И мой гость сегодня Игорь Сандлер, совладелец и директор компании «Альянс Молоко» и «Интерпак», совладелец студии и звукозаписи «Си Рекордс», музыкант, продюсер. Игорь, мы с вами остановились на том, что вы приехали в 1991 году в страну и увидели, что это другая страна, не та, из которой вы уезжали. И она другая не только с точки зрения того, что надо выживать и зарабатывать уже самому, но и с точки зрения, будем говорить условно так, песенной культуры, да, каких-то вкусов, пристрастий основной массы населения. И вы решили заняться бизнесом. И сказали, что стали заниматься молоком. А почему молоко? Вот почему именно в эту сторону? Вот почему, допустим, я не знаю, там, не кожаные куртки там или еще какие-то вещи? Ну, я как раз до рекламного блока как раз закончил на том, что на самом деле мне все равно было, чем заниматься кожаными куртками, колбасой, молоком или чем-то еще, или космические ракеты продавать, или индийских слонов. Но при этом выбрали ты все-таки молоко. Я выбрал. Это оно меня выбрало. Один раз на Павелецком вокзале я из Саратова родом, провожал в Саратов кого-то и встретил товарища старого из Саратова. Мы с ним разговорились, и как раз я говорю, ты чем занимаешься? Он, да вот, не знаю, там, лесопилка какая-то, что-то хочу вот в лес пойти, ну, заниматься лесом. Я говорю, я сам не знаю, чем вот тоже что-то хочу заниматься. Он говорит, знаешь, а у меня на лестничной клетке живет как раз директор молочного комбината Останкинского. Я говорю, знаешь что, а может быть, давай соки разливать? В России соки были только в трехлитровых и двухлитровых банках, если вы помните. Да, я помню. Вот, так я говорю, вот, 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 таматный, яблочный, да. Так я говорю, давай в Арглии, я только сейчас приехал оттуда, в пакетах пьют молоко. Я говорю, давай, может, соки в пакеты будем разливать, и соки, вернее, в пакетах тоже. Ну, интересно, давай попробуем. Короче, встретились с директором Останкинского молочного комбината Набатникова Михаил. Тогда было объединение, шесть молочных заводов там в Москве. Это было центральное. И поговорили, а давай, давай. Все, арендовали у него линии, в котором разливали пюрпак, вот эти, как домик, упаковка. Не зная ничего, ни технологии. Мы закупили концентраты тупо, закупили упаковку, на ней написали, как-то наш, Тропикана, что-то была такая компания у нас, самая первая. Останки на ЛТД назвались. И концентрат разводили с водой, просто банально, не зная ничего. И разливали в эти пакеты бумажные, довозили до метро Дмитровская, это на Дмитровке этот завод. Это занимало часа два. Через четыре часа эти пакеты вздувались и взрывались. Потому что это был бизнес по-русски. Но люди, которые успевали купить пакеты, они были счастливы. Он взрывался, но они пили его там же. Мы собирали эти трешки, рубли, слипкие, потому что они протекали соком этим. Собирали их, уголки распрямляли, всю ночь считали деньги. Утром в мешках закупали концентрат, и это закольцевалось. Через пару месяцев мы узнали, что, оказывается, эту упаковку надо внутри фольгой прокладывать. И при определенной температуре. У нас уже соки выживали 2-3 дня. Это уже прорыв был на рынке. Ну, короче, шаг за шагом, как и обычно, тогда все по беспределу начинали чем-то заниматься. Но мы отработали технологию и выпускали соки. Потом мы стали официальными поставщиками изюма, уже вагонами из Турции возили для творожной массы, для всех заводов сухое молоко. Дальше уже пошло покатило. Мы из Англии, по моим старым связям, закупили оборудование, на котором разливают пюрпаковское молоко и продукты. Сделали. У меня папа на авиационном саратовском заводе работал, 59 лет беспрерывного стажа. И там мы с ним разработали и чертежи заказали, и сами стали делать вот это оборудование. Это был прорыв в машиностроении. Потом, в конце 90-х, я стал представлять японскую крупнейшую корпорацию в мире. Мы, кстати, первые в России стали делать пряники с начинкой. Пряники – сконно русский продукт. Да-да-да, есть. На 28-м хлебокомбинате мы разработали технологию и стали делать пряники с начинкой. Я даже придумал им название Sweet Dream, это сладкая мечта. Сейчас у них волшебная мечта. Многие его покупают, безусловно. Какая-то фруктовая начинка. Да-да-да, фруктовая. Вот это во-во-во, вот мы первые стали делать на 28-м хлебокомбинате. Но я страшный сладкоежка. Я за сладкое, за шоколад продам что угодно. Вот, и я очень любил глазированные сырки, я их уплетал там килограммами. Да, вот расскажите эту историю про глазированные сырки с начинкой. И мне как раз друзья говорят, а давай глазированные сырки делать. Тогда это был очень такой редкий продукт, хотя делали Горьковский завод, Преображенский завод. Вот, и я уже говорил, что я не люблю повторяться, я всегда люблю быть первым. Я говорю, нет, сырки я делать не хочу, но давай попробуем сырки с начинкой. И два года жизни я убил на разработку технологии сырки с начинкой. Но у меня сложно получалось это на Коломенском молочном заводе, потому что творог бодяжили, он с водой был, он жидкий. Начинку туда помещаешь, она растворялась, и мы никак не могли добиться формы, нужной нам. Но в 90-е годы, может кто-то помнит, была очень известная Ивановская сметана. В ней ложка стояла, она действительно была такая настоящая сметана. И у меня не получалось с местными технологами. Я поехал в город Иваново с людьми, подкараулил после работы с молочного завода технолога и сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Мы ее украли, грубо говоря, и забрали в Коломну, и мы там с ней отработали эти сырки. Действительно, это специальная вальцовка была, вышимка творога, мы специально термостойкую начинку нашли. И я разработал и запатентовал два патента у меня на глазированные сырки с начинкой. И четыре года мы были монополисты на рынке. И у нас действительно дело пошло очень хорошо. Стали и деньги приходить. Заработок на те деньги я, естественно, сто процентов вваливал в студию звукозаписи, в громадную коллекцию клавишных инструментов. То есть тянуло все-таки? Все, не то, что тянуло. Вот в 2001 году, 10 лет, кстати, я был вообще вне музыки. Я никуда не ходил. А вот как это получилось? Ну, я понимал, что вокруг меня меня окружил, я в болото попал, в вакуум. Потому что тот даже рок и вот те первые попсовые вот эти уже взрывы, поющие трусы вот эти появились и комбинации. Смотрите, ну за рубежом-то все-таки был рок нормальный. И тогда уже была Европа плюс, тогда уже был максимум. Которые крутили... Вот я тогда и слушал, правильно, я и слушал западную, безусловно, уже гранж-культуру. Тогда в 90-е это альтернативный рок появился. Он меня очень интересовал. Soundgarden, Rage Against the Machine, Nirvana. Это, конечно, те группы, которые в 90-е мне ужасно нравились. Я их слушал, безусловно, в 2000-е. Это Audio Slave, Saliva с Хрис Корнелл. Ну это монстры вообще, я считаю, рока, которые действительно сделали мощный приток свежей крови в 90-е и в 2000-е. Но в России я ничего аналогичного не слышал, не видел. И вот в 2001 году я встретил Ефимова Сережу, это группа круиз, и Четвергова Диму. И они как раз бедные люди. Такой клуб был на Кузнецком мосту. И вот они меня увидели. Александр, ты сошел с ума. Как ты ушел из музыки? Срочно. И они, короче, меня сбили. И я попал опять в водоворот. Мы сделали проект, и мы вместе сделали проект с ними. Сережа Ефимов один из лучших шоуменов и барабанщиков в России. Дима Четвергов, конечно же, лучший гитарист в России. И покатил. И потом я сделал свое грандиозное шоу с Димой Четверговым. Куда шесть раз ко мне прилетал Джон Квигли. Это клипмейкер Eminem, 50 Cent, Кристина Гиллера, Лимбискет, Кедрок. Он шесть раз брал билет и прилетал в Россию посмотреть мое шоу. Мое шоу говорил, что такого он никогда не видел. И действительно, Игорь Ларионов привозил звезды НХЛ. Они приезжали и в очередь потом вставали после моего шоу автографы брать и фотографировать. Фотографировать, что мне, безусловно, было приятно. Так вот, когда я с сырками своими уже начал... Вот четыре года был монополист. Потом появились Ростаграэкспорт, Вимбельдан, Данон. Они просто тупо украли у меня идею. Хотя у меня было два патента. И стали тоже выпускать глазированные сырки. Они меня с рынка, конечно, подвинули, потому что они монстры. У них колоссальные рекламные мощности. Но в то время я заложил начало нового проекта. Это кошерная программа ТВ-молочник. Которую я за последние 10 лет очень с громадным трудом развил. И сейчас в любом супермаркете есть... Одна из продвинутых фирм. Да. И ТВ-молочник сейчас... Я имею в виду брендов. Брендов. Абсолютно. Вот в том году, в 2001 году мы получили лучший бренд года. И действительно, ТВ-молочник сейчас это моя гордость по направлению бизнеса. Но все равно мое главное это музыка. Вот Светлана спрашивает, Игорь, откуда вы взяли первые деньги на бизнес? Все-таки вы рассказали, что оборудование в Англии закупали. Потом это привозили сюда. Это же, в общем, недешево, так мягко говоря. Конечно. Но я в начале программы рассказывал, что, в общем-то, я параллельно своей музыкальной деятельности у меня была бизнес-жилка всегда. И я всегда по чуть-чуть... Сейчас это называют бизнес. Раньше называли спекуляцией фарсовщик. То есть, что мы делали? Ну, я покупал виниловые диски, перепродавали записи, музыкальные инструменты. Где-то купил, где-то продал. Это было тогда абсолютно нормально для всех музыкантов. Но у меня немножко, может быть, лучше получалось, чем у других, потому что я знал, где что купить и куда кому продать. Поэтому какой-то первоначальный капитал, конечно, я накапливал. И в то время я, конечно, уже собирал свою коллекцию клавишных инструментов, которые... Сейчас моя гордость. У меня даже из Европы приезжают многие люди. И с восхищением. И снимают звуки. И любуются, играют на клавишах. Федор спрашивает, Игорь, расскажите, с кем из мировых знаменитостей вы дружите, а с кем хотели бы поработать? Ну, это, наверное, вопрос, самое мое вообще достижение. Вот если скажи, ну, конечно же, мои музыкальные интеграл, успехи и шоу свое, и работа в... Но самая моя гордость, это вообще то, что мне удалось, опять же, познакомиться практически, почти со всеми звездами, кто были кумиры моей молодости. У меня друзья, и приезжал ко мне в центр неоднократный Грэнд Фанк Марк Фарнер и Тони Шеридан, когда в 61-м году, все помнят, было Тони Шеридан, крупной афишей, и мелкая Энде Битлз. Вот он мне много рассказывал историй, мы с ним друзья, он мне эксклюзивное интервью давал, когда он Пол Маккартни и Джон Ленна послал куда подальше, взял на барабанщике Ринго Стара, и в Англии он был мега популярен. Потом и Ринго Стара выгнал его, опять же, Джон Ленн с Пол Маккартни пригласили, и Битлз уже появился. Ринго Старом у меня тоже хорошее отношение, интервью, я ему подарил календарь большой с Гагариным, с автографами наших космонавтов, чему он был безмерно рад. Джон Лор был моим близким товарищем, потому что он несколько раз был в России, всегда мы с ним встречались, и в центре у меня был, и максимально мне помогал с музыкальной школой, которая сейчас у нас открыта. И, к сожалению, он покинул 16 июля этот мир, и, надеюсь, в раю, потому что он сказочный человек. Квин Брайан Мэй, Роджер Тейлор. ACDC Хрис Лейт много раз был у меня в гостях, и на радио, и в центре в моем. Сет Риггс, это человек, который 4 дня давал мастер-класс у меня в центре. Он учитель Майкла Джексона, у него 135 его учеников, лауреаты Грэмми, вы только представьте, не номинанта, а лауреат. Он номер один учитель по вокалу в мире, у него ученики, его Майкл Джексон папой называл. Его ученики Барбара Стрейзен, Тина Тернер, Стив Вандер, Мадонна, Айра Смит, ACDC. И дальше перечислять можно, не перечислять, потому что практически все. Так вот, когда у меня в центре он был, у него брали интервью Муз ТВ, МТВ, НТВ, он говорил, что я единственное, о чем жалею, у меня есть эта запись, кстати, что Майкл Джексон умер и не увидел ваш центр. То есть, это действительно его оценка мне очень дорога. Ну, смотрите, то, о чем вы рассказываете, говорит об одном, что все мы одна большая единая семья, и хотя, в общем, существуют по большому счету государственные границы, но с моей точки зрения это в большей степени формальность. Потому что такие вещи, как искусство, такие вещи, как музыка, такие вещи, как взаимодействие или отношения определенные между артистами и между музыкантами, они, в общем, не имеют границ. Абсолютно верно. Более того, я немножко добавлю, что, как я лично понимаю, именно музыка и дальше даже более вот именно рок-культура, она не то, что сближает, а это единственное искусство, которое стадионы, я сам много раз был в Англию, я каждый год езжу в Англию на самые большие фестивали в Европе, Download, где 100 тысяч аудитории, где стоят мусульмане, христиане, евреи, и все в едином порыве тянут козу, одним дыханием воспринимают, ACDC там и так далее, и вот стирается грань и стирается всякое вообще даже желание конфликтов каких-то межнациональных. И это единственное искусство, которое сближает все национальности. Ни живопись, ни литература, никакое другое искусство настолько энергетически не сближает. Поэтому не зря в 85-м году был великий фестиваль помощь Африке, когда это действительно была мощная международная акция. Когда я Майкл Джексон пил, пел We Are The World, We Are The Children, это действительно вот те мощнейшие взрывы энергетические, которые сближают все национальности, которые мозги перестраивают на другой лад. Не хочется ни убивать соседа, ни мочить его, ни завидовать ему, а хочется любить. Как ко мне вот приезжал Ринго Стар и Грэнд Фанка, Марк Фарнер, вот они, у них на любой вопрос, что не задашь, он всегда Викторе показывает пальцы. Peace and love. Peace and love. Peace for love and love for pleasure. Да. Вот это их девизы. И на самом деле, когда с ними общаешься, с фирмачами, это действительно... О, еще пример. Недавно ко мне в гости приезжал Найджел Кеннеди. Мы проводили его большой концерт в Большом зале консерватории. И он прилетел в 1 октября, вот буквально месяц назад, в 9 вечера. В 11 вечера он был уже у меня на площадке, и там у меня были Муз-ТВ, МТВ, Россия-24, там НТВ. И у него 4 часа брали интервью. Потом час он мне дал эксклюзивное интервью, мы с ним очень подружились. Так вот, он очень богатый человек, один из самых ярких скрипачей современности, англичанин. Он одевается только на блошином рынке. Он фрик, полный. У него панковская прическа, хотя он скрипач, он классику играет, повторяю. Он работает в консерватории, он переработал со всеми ведущими оркестрами мира. Когда мы с ним говорили о классике, здорово. Но когда мы заговорили о рок-н-ролле, он играл Джимми Хендрикс. Он у меня там мастер-класс дал в центре. Но это было уникально. Но когда я задал ему вопрос, Нейджел, а что ты слушаешь в машине? Он долго думал, потом говорит, смотри, два с половиной года назад я ехал на машине, у меня заклинил двигатель. Я выкинул машину, больше на них не езжу. Ну, тоже правильно. Еще один вопрос. Ирина спрашивает, читала, что вы помогаете молодым музыкантам. Как вы их отбираете? В том году мы провели, во-первых, в этом году мы открыли клуб Алексея Козлова. Это нашего мэтра джазовой школы. Это в Олимпийском комплексе. Козел на сакте. Козел на сакте, тот самый. Мы в очень близких отношениях. И мы открыли клуб Алексея Козлова. И создали фонд Artbeat с Сергеем Халлиным, моим хорошим товарищем, где председатель как раз Алексей Козлова. В этом клубе мы провели фестиваль. Это было 26, по-моему, или 27 мая. В том году я объявил конкурс. На портале Музоушен, где тысяча групп со всей России к нам прислали заявки. Мы лично отслушали 369 групп. Самые лучшие группы России прислали нам свои демо. И выбрали 20, который был фестиваль. Вот это гаражная музыка. Вообще я поддерживаю альтернативный рок. Слово альтернатива я вкладываю в андеграунд. Меня не интересует вообще все, что показывают по телевизору. Меня не интересует, извиняюсь, неформатное слово, говнорок, поющие трусы и шансон. Только андеграунд. Это реально ребята, которые в гаражах вваливают рок, альтернативу, фолк интересный, классика, рэп, R&B. Но не русский вот этот рэп, который уже тошнит от него. А реально, когда ребята больше это, наверное, хип-хоп, какие-то вот западные направления. И поэтому сейчас, наверное, мы прервемся на рекламу. И затем я расскажу, кому мы помогаем реально. Да, спасибо. Это программа «Ужин для чемпионов» на Финам.ФМ. Спонсор выпуска компании «Абэттрейдинг». Мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов». И сегодня в нашей студии Игорь Сандлер молокопроизводитель, скажем так. Производитель молочных продуктов. И одновременно музыкант, продюсер, рок-музыкант, руководитель студии «Грамзаписи». Их раньше называли «Грамзаписи», сейчас «Звукозаписи». Я приглашаю всех, кто хочет добиться успеха в жизни и стать настоящим чемпионом, звонить нам по телефону 65 10 99 6, код города 495, и задавать вопросы нашему гостю или делиться своими впечатлениями. Это можно также сделать на сайте по адресу www.finam.fm прямо сейчас. Игорь, я предлагаю немножечко отойти от темы музыки и поговорить о таких общих философских вопросах. Вот мы с вами говорили об успехе. Вы сказали, что успех – это нечто, что соединяет в себя много различных составляющих. И работоспособность, и вот как звезды лягут, и вот чтобы все в одной точке сошлось. А потом успех определенным образом проявляется. Вот с вашей точки зрения, а вот по каким признакам можно определить со стороны, успешный человек или нет. Со стороны? Ну да, вот допустим, вы смотрите со стороны и говорите, да, этот человек успешный, а этот неуспешный. Вот как вы это понимаете? Ну на самом деле очень просто. Ну, например? Глаза горят, настроение хорошее, позитив, никакой зависти, а открытость души и положительный посыл. То есть это сразу видно, человек встречается, улыбается, или он замкнут, у него брови с елочкой, или наоборот, вернее. Домиком. Домиком, да. И, ну, это чувствуется. На самом деле человек так же, как кошка. Кошка же чувствует землетрясение за неделю, она начинает нервничать или там за несколько дней, не знаю. Человек тоже кто-то более чувствительный, кто-то более толстокожий, но по-любому Господь нам дал чувства, и мы чувствуем друг друга на интуитивном уровне. Нам приятен человек или неприятен внешность, состояние души, глаза, глаза, зеркало души. И поэтому более толстокожие это воспринимают, но с длительного промежутка времени. Женщины, безусловно, это быстрее понимают, они ближе к природе и ближе к кошкам. Поэтому мужчинам сложнее порой бывает, но у мужчины аналитический ум. Мы вычисляем по каким-то своим критериям и по первым словам, которые заговариваем с человеком. Понимаем мы его и интеллектуальный уровень, и его, вот то, что вы сказали, удачливый, неудачливый. В общем-то, это абсолютно разные формы понять человека у каждого, но и, конечно же, жизненный опыт. То есть, если человек присматривается в жизни, делает для себя выводы какие-то, его интеллектуальный уровень, он намного быстрее понимает, кто перед ним сидит. Поэтому я думаю, я лично вижу, успешный человек неуспешный. Поэтому это все зависит от того, насколько ты хочешь понять своего собеседника или понять человека, который тебе интересен. А вот вы лично, как вы считаете, а вот вы успешный человек? Ну, для меня, конечно. Да, я лично считаю, у меня очень яркая и очень насыщенная жизнь, мощная жизнь. Я сам, но все зависит от меня. Мне все, многие мои близкие говорят, родственники, ну, когда ты в конце концов успокоишься? Я говорю, только на том свете. Ну, не могу. Я вот у меня внутри динамик, моторчик стоит, и я не могу. Меня все время интересует что-то новое. Мне неинтересно делать одно и то же. Если в 80-м году люди ходили, чем длиннее волосы, тем лучше, ну, хиппи тогда, у меня с самого вот были длинные волосы. И я тоже носил длинные волосы. Да, все носили длинные волосы, это было просто нормой. Вдруг меня ошарашило, все, бреюсь на лысо. Пошел, это в Интеграле было еще, пошел с Гру, с Витей Щедриным, там, с гитаристом нашим, мы после концерта распили бутылочку, в Анапе городе было. И на следующий день у нас концерт в громадном концертном зале, открытая площадка на 4 тысячи мест. Я вечером говорю, Витя, утром иду и бреюсь на лысо. Он, да в жизни не побреешься. И поспорили там на пару бутылок коньяка, не помню. Я утром встаю, в Анапе в старой гостинице жили, спускаясь на первый этаж, там парикмахерский, 14 копеек что ли стоило. Я говорю, у меня под нулек. А до меня брились только Котовский, Хрущев, Зеки и Новобранцы. Больше лысых не было в природе вообще. И вдруг я утром лысый, поднимаюсь в гостинице, в номер идет навстречу Али Басов, художественный руководитель интеграла. Сандлер, ты сошел с ума, ты мне все шоу сорвешь. И я говорю, Барри, да не волнуйся там, 2-3 месяца обрасту и все нормально. Просто вот что-то в голову. И вдруг вечером концерт, 4 тысячи людей, аншлаг. И я там шоу делал, я ногами на клавишных играл, там бегал по сцене, не знаю, невообразимые кульбиты делал. Вдруг в конце концерта зал встает и начинает скандировать. Лысый, давай, лысый, давай. И когда 4 тысячи человек, это скан идет, Али Басов прямо на сцене ко мне подбежал. Так, закрепили образ, никаких обрастаний. И каждое утро ко мне в номер, меня сам подбревал. И потом, я повторяю, я был сладкоежка, я фольгу из-под конфет, Мишка на севере, нарезал как-то. И лысину смазал вазелином и налепил голову блесками. У меня в черных очках, Рейбана я работал, в мотоциклетных перчатках, на клавишах играл. И когда прожектора скользили по сцене света, у меня отражались блески из головы. Я себе представляю эту картину. Это был 80-й год, вы представляете? И когда пресса стала писать в интеграле на клавишных, работает инопланетянин, и у него из головы лазеры свечат, то это был, конечно, шум шел впереди нас, и заранее интеграл был распорван, и все концерты нам на много месяцев вперед. Так я к чему это рассказал? Что я всегда люблю быть, из толпы выделяться. Я никогда не хочу быть вторым. Я все делаю первым в этой жизни. Я первый стал сырки делать глазированные, я первый стал кошерную продукцию производить, и до сих пор эксклюзивно ее провожу. И также и в музыке мне всегда хочется делать и вообще по жизни что-то нового. Сейчас, например, приглашаю ваших радиослушателей. 20 ноября, вот через 5 дней, у меня Библиоглобус, знаете, такой книжный магазин на Лубянку. У меня там будет творческий вечер. Я там впервые, они сделали этот магазин исключение, открывает стенд, Сандлер представляет. И там я буду представлять новинки музыки, журналы, там, Classic Rock, Metal Hammer, новые журналы. Это тоже в нашем холдинге, кстати, мы два журнала выпускаем. Продавать новые. Франк Запусть сейчас великолепная книга вышла. Короче, представлять там какие-то новинки, которые, в общем-то, являются интересными для слушателей. И еще раз повторю, для любителей. И еще раз повторю, я ярый такой приверженец хорошего, классического и альтернативного рока, поэтому я эти направления стараюсь продвигать максимально, хотя, к громадному сожалению, я в этом, в этой нише, опять же, один практически. То есть, у меня нет конкурентов, никого. Это тоже прекрасно. Это прекрасно, это здорово, но как Дон Кихот, воююсь с ветряными мельницами. Игорь, вот вы упомянули родственников. Скажите, пожалуйста, а вот в жизни успешного человека какую роль вообще играет семья, родственники? Ну, безусловно, семья для меня это громадное значение. У меня великолепная супруга, у меня сын, он живет... А чем занимается ваша супруга? Супруга, она помогает мне. Ну, это сейчас, да, я понимаю, но это когда вы женились. Вообще не, я женился, она работала у меня в группе, и я еще и мы с ней уже 25 лет. Она тоже музыкант? Не, она работала костюмером, но потом она себя мощнейшую реализовала как дизайнер. Вот центр наш по дизайну, это все ее достижения, и там уникальный дизайн. Я приглашаю часто к нам на экскурсию в центр группы, ну, студии звукозаписи S.I. Records. На сайте можете прийти, прочитать, где мы находимся, прийти в гости, и музыкальная революция, проект, который мы сейчас, как мы сейчас называемся. У нас сумасшедший дизайн, у нас там уникальный макет студии EbiRoad, который единственный в мире, который фирмачи приезжают, они с квадратными глазами вокруг этого макета бегают, фотографируются. Это мы воспроизвели, 67-й год, запись альбома Сержант Пеппер, Lonely Heart Club Band, Beatles. И вот этот как раз момент запечатлен на двух больших макетах. Ну и, в общем-то, сын у меня в Израиле, он отслужил там армию, сейчас работает в компании, приезжал, кстати, в Россию два года у меня, в Коломне отработал, помогал мне это в Емолочник поднимать. Вот. У меня сестра, мама в Израиле, папа в Саратове, в общем, ну, все в порядке. Скажите, пожалуйста, а вот с вашей точки зрения, можно ли измерить успех в деньгах? Конечно, нет. Для меня лично вот эти миллиарды, миллионы, сотни миллионов, ну, принципиального значения не имеют. А что для вас деньги? А что для вас деньги? Деньги только средства реализовать свою мечту. Потому что, что такое деньги? Когда большие деньги у этих больших людей, для них уже, я не знаю, ну, мне лично не интересны деньги ради денег. Деньги, иметь лишнюю яхту или самолет, это уже абсолютно непринципиально. У меня нет ни яхты, ни самолета. Я намного скромнее живу. Но для меня, вот денег, когда приходишь в магазин, и ты покупаешь, что тебе надо, опять же, повторяюсь, не самолет и яхта, а абсолютно все жизненно и необходимо. У меня не Bentley машина, и, ну, Lexus хорошая машина, конечно, должна быть, хорошая квартира. Но для меня деньги, это средства, где я могу воплощать. Я не бегаю по спорту, спонсорами не клянчу, там, дяденька, дай мне там 100-200 тысяч долларов или 10. У меня есть достаточно денег, чтобы вложить и реализовать свою мечту, построить центр музыкальный, иметь великолепную студию звукозаписи. Оно не приносит никаких мне денег. По секрету скажу, ни студия, ни центр, потому что все, что там даже зарабатывается, оно окупает свои там аренды, зарплаты и так далее, коммунальные услуги. Но для меня это средство для достижения своей мечты. А моя мечта – это рок-н-ролл. А можно ли спланировать свою жизнь как успешную? Если да, то с вашей точки зрения, какие главные законы такого планирования? Главный закон планирования успешной жизни – это свято, бескомпромиссно верить в успех. Я абсолютно верю и знаю, потому что для меня это так, что мысль материальна. Если человек чего-то задумал и стремится к этому абсолютно фанатично и бескомпромиссно, ну, практически 99%, что он добьется успеха, но надо не сворачивать. Если тебя выкинули в дверь, ты должен залезть в форточку. Если тебя выкинули в форточку, ты должен залезть в щель и найти способ проломить эту стену и добиться своего. Лично у меня, к сожалению громадному, ничего в жизни не давалось легко. Каждый рубль, он кровавый, который я зарабатываю и своими мозгами, и своим трудом. Я ложусь, я прихожу домой в час ночи, в 12, не ранее, ложусь спать в 3-4 утра и с утра по новой, и так идет колесо. Суббота у меня единственный день выходной, шаббат, как говорится, а в воскресенье у меня опять рабочий день, потому что я строю планы на следующую неделю и максимально стараюсь отдавать работе. И днем я занимаюсь бизнесом, вечером музыкой. И если люди хотят достичь, они обязательно достигнут. Это все у нас вообще все в голове. Вот в нашей голове, наше восприятие мира, это в нашей голове. Один воспринимает легко, другой тяжело. Достижение, все мы себе в голове должны построить сами. Если мы мыслим миллиардами и миллионами, мы будем это иметь. Если мы мыслим, вот для меня мечта там купить Hyundai, не знаю, или Volkswagen, и иметь там трехкомнатную квартиру в Москве, мы добьемся этого. Но больше мы уже не будем иметь, потому что мы об этом мечтаем. Если у тебя, какую цель ты себе поставил, того ты и добьешься. Повторяю, но тут, безусловно, еще несколько факторов должно совпасть, если ты об очень большом мечтаешь. Талант, твою напористость, твой характер и, конечно же, звезды. Игорь, вот в жизни мы часто встречаем различные препятствия. А как вот с вашей точки зрения оптимально преодолевать такие препятствия, как разочарование, горечь, боль? Конечно же, это, к сожалению, никто, я думаю, в этой жизни не обходил эти три пункта боль, горечь и переживания, потому что это, и у меня было это много-много раз. Это и в семье бывает у всех по-разному. И, безусловно, внешние факторы. И преодолевать это, во-первых, собраться с мыслями, обязательно переспать ночь, не делать срочных выводов. То есть, утро-вечер мудренее. Это обязательно, утро-вечер мудренее. И самая главная поговорка в моей жизни, вот для этих трех слов, которые вы назвали, это время лечит. То есть, безусловно, мы попадаем в разные истории. У меня были колоссальные сложности, колоссальные попадаловые, терял много денег. И раз, вот, например, я расскажу, два года я громадные деньги вложил в свой центр, который я построил. Колоссальный ремонт сделали, колоссальную студию построили, одну из лучших в Европе. И два с половиной года где-то я жил на этой стройке. Я закрыл свое шоу, я закрыл многие проекты, которые я делал. Только я это сделал и сменился Лужков на Собянина. И ко мне приходит бумага в двухнедельный срок покинуть помещение. Вы представляете? Я представляю. Все мое здание, оказывается, передали с баланса на баланс в центр регулирования дорожного движения. И мне сказали, все здание будет, здесь центр регулирования, то есть все светофоры, камеры, которые по Москве ставят, там будет центр. Но это был удар просто ниже пояса. И вся моя мечта, коту под хвост. Ну и деньги влажены. Деньги, и мечта, и здоровье. И это был страшный удар. Но тем не менее, я собрал с мыслями, поднял на уши все и всех. Там у меня, я собрал подписи, там у меня от Кобзона, не знаю, Сукачева, Макаревича, Соловьева, и Ларионова и так далее. До всех западных звезд я подписи собрал. И Сидиси, и Битлз, и Квинн, и Джон Лорд был жив, и Мастодон, и Роллинг Стоун. Все мне письма прислали с видеообращением. Вы не поверите, но видеообращение есть. Поверю, почему не поверите. И я с этим начал мочить и ходить все инстанции до президента. И на мое счастье, опять же, моя, видимо, мысль перебила все. Меня сейчас пока не трогают. И еще на несколько лет я вижу, карт-бланш я получил. То есть верить, верить и свято бить в одну точку. Ну что же, а вот представьте, что вы оказались на необитаемом острове. Вот какие бы три книги вы взяли с собой? Так, вопрос, конечно, интересный. Три книги, да? Ну, наверное, конечно, я бы взял, наверное, «Война и мир» Толстой, почему-то мне она нравится. Три книги. Конечно же, я бы взял какую-то из рок-энциклопедий, мощных, серьезных, потому что это моя жизнь. Ну и третье, конечно же, я бы взял Тору с комментариями, потому что я, повторяюсь, я религиозный человек, и для меня, вернее, это я первый, наверное, поставлю, потому что Ветхий Завет для православных или Тора для иудеев, я считаю, это мощнейшая, это книга, основная книга, которую можно изучать вечно. А какие бы это были три музыкальных произведения, которые во время от времени бы прослушивали? Конечно же, это «Лэд Зеппелин», потому что «Лэд Зеппелин» это моя любимая группа, я на ней, это для меня, ну, собственно, по версии журнала «Роллинг Стоунс» и «Вич Ван» каналы, это лучшая группа 20-го столетия, ну, трудно сказать, три, конечно, одну-две композиции, «Эмигрант Сонг» «Лэд Зеппелин», она мне снесла голову в свое время, «Пинк Флойд» выбрал бы какую-то песню, ну, и, наверное, не знаю, то ли «Битлз», потому что я от них просто без ума или еще что-то, ну, в общем, где-то вот эти направления. Игорь, у нас с вами осталось совсем немного времени, «Лао Цзи» в свое время сказал, что движение без цели это движение в никуда, а что вы, Игорь Сандлер, хотите от жизни, какова главная цель вашей жизни, вот самая-самая глубинная, самая-самая коренная? Сделать свой центр нужным для людей, сделать свои проекты нужным для людей, и чтобы в России наконец-то хорошая музыка победила. Ну что же, наша программа подходит к концу, и мне остается только поблагодарить Игоря за то, что он поделился своими мыслями, своим жизненным и профессиональным опытом. Спасибо большое, Игорь. Спасибо вам. Рад был быть на вашем эфире. Это была программа «Ужин для чемпионов» на радио «Финам-ФМ» и я ее ведущий Андрей Бубукин. Следите, пожалуйста, за анонсами нашей программы на сайте www.finam.fm Я надеюсь, что в следующий раз вы будете более активными, мы ждем от вас телефонных звонков. Напомню, номер нашего телефона 65 10 99 6 сайт www.finam.fm Итак, до свидания. До встречи в следующий четверг в 21.00 на частоте 99,6 FM.